Просто поймите, что если человек не удовлетворен, он мужчина, он будет метаться и искать счастье себе. Но он все время среди женщин, он и раньше любил. У него вот 28 женщин, и он один. Хватит, хватит он, он, он. Начните, начните, начните с себя. Примите свою судьбу сначала. Я хочу его понять. Вы хотите сначала себя поймите. Когда человек побеждает судьбу, он должен пройти три стадии. Первая стадия, принять свою судьбу. Вторая стадия, понять, что не он, а моя судьба виновата. Потом дальше я виновата, поэтому получаю наказание. Но это не значит, что он должен так говорить вам, что ты сама виновата в том, что я делаю. Он должен сам тоже себя виноватым считать. Не надо говорить «он», говорите «я», иначе я с вами не буду разговаривать. Потому что вы не понимаете, что обвиняя человека, вы ничего не измените в этой жизни. А, сразу мне нечего спросить. Молодец. Хорошо, нормально. Пусть он скажет. То есть вы разрешаете, да? Вот смотрите, вот интересно, да? То есть она описала человека, да? Теперь человек говорит, и он говорит совсем другие вещи о себе. Понимаете, это означает сознание мухи. То есть мы видим только грязь друг в друге. Понимаете, мы не хотим видеть никакую чистоту, и это означает безысходность жизни. Никаких шансов наладить отношения. Ну, говорите, пожалуйста. Ну, я занимаюсь духовными практиками, биоэнергетикой, целительством занимаюсь. Занимаюсь цигуном, занимаюсь йогой. Как же она говорит, постоянно с женщинами. Она не сказала, что вы занимаетесь цигуном, йогой. Она сказала, что вы женщинами занимаетесь. Это то, что она видит. Я не занимаюсь женщинами. А я тоже занимаюсь женщинами, постоянно. Я тоже постоянно занимаюсь женщинами. Я 80% людей, которые ходят на мои лекции, это женщины. И после каждой лекции я им цветы раздаю. Я тоже бабник, по-вашему. Да, 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 везде у женщин. Я всегда говорю, что женщины более смотрят за собой. Ты, говорит, обнимаешься с женщиной. Это нормальное явление, когда обнимаешься с женщиной? Обниматься с женщиной нельзя. Лечить можно, обниматься нельзя. Ну вот, когда здоровается, ну, пара-пара... Здороваться надо с женщиной на расстоянии. Женщина для мужчины это как огонь. А мужчина как масло. И огонь всегда масло, ну, как бы растапливает. Мужчина рядом с женщиной становится как тряпка, если это не его жена. А жена будет всегда вас мучить и заставлять жить правильно. И это через нее Бог так действует. Если ты работаешь с женщинами, не надо ни улыбаться, сладкая улыбка им. Нельзя с ними обниматься и тем более касаться их. Мужчина, когда работает с женщиной, он должен вести себя как с дочерью с ней или как с матерью. Но никогда, а не как с равной. Не, ну я как целитель, я касаюсь женщин, я массажист, я целитель, я не... Вы не должны массировать женщин как массажист. Должны массировать только мужчин. Согласно ведомым, это греховно массировать человека в противоположную полу. Это не приносит никакого блага никому, потому что идет осквернение. Женщина получает сексуальное удовольствие от этого, и мужчина. Массажист, это массажист, это женщина, а мужчина... Вы можете со мной спорить, это ваш выбор. Но я вам говорю, мнение вед, а не свое. Комплименты можно женщинам говорить? Нет. Говорить комплименты женщинам означает сексуально настраивать их на себя. Трогать женщин, также сексуально настраивать. Если вы хотите женщине помочь, вы должны с ней говорить как старший. Если женщина вам будет помогать, вы должны слушать ее как младший. Если вы с ней заигрываете, говорите ей комплименты, трогаете ее, гладите, это секс. Есть тонкий секс, есть грубый секс. Секс всегда разрушает семью и вызывает у жены агрессию. Она против этого, потому что Бог так в ее сердце реагирует, действует. Мужчины обычно не согласны со мной. Это нормально. Женщины обычно теряются, когда я так говорю, а мужчины просто не согласны. Так работает сознание мужчины. Это нормально. Я не против вашего мнения. Спасибо, что пришли на мои лекции. Спасибо.